Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лето наступит. Что ожидает анапчан, жара или похолодание в ближайшее время, расскажет главный синоптик края. Сергей Сергеев провел выездной прием граждан в Первомайском сельском округе. Главе Анапы, его заместителям и руководителям структурных подразделений администрации обратились 78 человек. Жители округа поднимали вопросы, связанные со строительством инженерной инфраструктуры, говорили о ремонте дорог и газификации, обеспечении лекарствами организации подвоза детей к школе. Все поступившие в ходе приема обращения проанализированы, по каждому будет принято решение. Перед началом приема глава Анапы объехал все проблемные точки сельского округа. Осмотрел заброшенный комбинат бытового обслуживания в хуторе Чекон. Как говорят местные жители, здесь остался небольшой магазин и кабинет участкового. Правда, застать на месте стража порядка практически невозможно. Здание построено в 1985 году. В то время здесь был совхоз Первомайский. Позже на приеме Сергей Сергеев отметил, Механизм ответственности собственников таких заброшенных зданий законодателям пока не продуман. А ведь можно пойти по аналогии с неиспользованными сельскохозяйственными землями. Изымать, если земля простаивает. Не хочешь пользоваться? Ты зачем купил? Ну, это правильно. Я так считаю, это уже эти вопросы поднимать и решать. Поднимать производство необходимо, но не в ущерб интересам рядовых жителей. Поблизости с домом Патимат Курбановой в хуторе Верхний и Ханчакрак открыли птицефабрику на территории бывшей молочной фермы. По ее словам, люди страдают от резкого запаха, а окрестности завалены мешками из-под кормовых добавок. Глава дал поручение подчиненным рассмотреть жалобу, посмотреть, есть ли нарушения со стороны предпринимателей, отметив, что в данной ситуации приоритет – комфорт жителей. Спросите у них договор на вывоз твердой металлых отходов. С кем гей когда заключен? Если таковой есть, то надо у того, с кем заключен, спросить. А ваша периодичность? Как часто? В хуторе Большой Разнакол. Школа располагается в здании бывшего общежития, и в нем, конечно, не был предусмотрен спортивный зал. Учитель физкультуры Иван Малявский просит главу помочь со строительством спортивной площадки. Глава Анапы осмотрел прилегающую к школе территорию. Площадка, безусловно, нужна, и средства на ее возведение будут найдены. Давай детализацию там проведем. Если наши объекты, процедуру проходят, если нет там собственности, деятельства у нас должны быть. Вопросов, связанных с коммунальным хозяйством и инфраструктурой, было явное большинство. Татьяна Сученинова, коренная жительница хутора Чекон, того, где стоит бесхозный КБО, говорит, что дороги – это наболевшая тема. Хотелось бы поблагодарить вас вначале, что сделано, уже начато дело, уже там сделали, да, до самой школы там практически сделали, но не все. Будем, конечно, надеяться, что в ближайшее время, на следующий год, может быть, в 18-17 году. Ну, может, даже и в этом. Там небольшие деньги. Я же переулок новый, но понятно, что асфальтировать не будем. Его уровидные варианты надо делать сегодня, для начала, потому что у нас нет проекта. А остальное все. Вот, а улица Красная, там ведь у нас, как и памятники, два памятника. Ну, там ямочный ремонт. Да, там ямочный ремонт нужно сделать. Ну, все, спасибо вам огромное. Еще раз праздниками. Юрий Черных, житель хутора Вестник, попросил помочь вскоре газификацию. Глава взял вопрос на контроль. А многодетные семьи говорят, что готовы начать строительство на выделенных им участках земли, однако все опять же упирается в наличие дорог и электричества. На ваше обращение, оно даст толчок. Я вам обещаю, что мы начнем проектировать. Я знаю, там 70 участков возле, но территория намного больше. Там нельзя делать для 70, там это будет не рационально и неправильно. Там, на этой территории можно посадить где-то, ну, участков 200. Владельцы личных подсобных хозяйств рассказали, что сегодня им негде пасти коров. Окрестные земли из краевого фонда на конкурсной основе отданы в аренду крупному фермеру. Как выяснилось из истории вопроса, арендатор готов выделить 5 гектаров под пастбище. Ну, давайте, потерпите. Вот это... В фойе Дома культуры вели прием заместители главы города, представители профильных управлений администрации. Также на вопросы отвечали коммунальщики, газовики и энергетики. Финансирование ремонта более 10 километров сельских дорог предусмотрено в бюджете Анапы на этот год. Приоритет будут иметь подъезды к социально значимым объектам поселений. Какими объектами в первую очередь займутся дорожные службы, нам рассказал заместитель начальника управления ЖКХ администрации города-курорта. Глава муниципального образования Сергеев Сергей Павлович особое внимание уделяет содержанию и ремонту дорог сельских поселений. Работы по ремонту и содержанию уличной дорожной сети муниципального образования города-курорт Анапы выполняются с учетом финансирования дорожной отрасли и приоритетности объектов. В перечень объектов уличной дорожной сети включены улицы и дороги только сельских населенных пунктов муниципального образования, 10 сельских округов и хутора Чембурка, среди которых такие социально значимые, как подъезд к хутору Усатого Балка, организация дублирующего объезда улицы Мира в Станице Анапской, устройство тротуаров в Виноградном сельском округе, ремонт асфальтобетонного подъезда к фельдшерско-акушерскому пункту хутора Рассвет, укладка асфальтобетонного покрытия на части главной улицы поселка Пятихарки. Работы осуществляются с апреля месяца и часть работ уже, естественно, выполнена. Ремонт тротуаров поселки Виноградном запланированы на конец мая в хуторе Рассвет в конце июля. Акция «Здоровье» проходит в Анапе в преддверии летних каникул. Ее цель – защитить детей от негативного влияния употребления табака и алкогольной продукции. В эти дни идут рядовые мероприятия по выявлению фактов продажи несовершеннолетнего алкоголя и табака и употребления спиртосодержащей продукции, опасных психоактивных или одурманивающих веществ. Ряд профилактических мероприятий будет направлен на информирование молодежи об ответственности в таких ситуациях, а предпринимателей – о недопустимости продажи несовершеннолетним спиртосодержащей и табачной продукции. На Кубани 17 мая пройдет акция «Международный телефон доверия для помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и родителям с вопросами о помощи воспитания ребенка». Консультации бесплатны и анонимны. На вопросы отвечают специалисты, имеющие соответствующее образование и подготовку. Круглосуточный детский телефон доверия Краснодарского края – 8 800 2122. И к другим темам. Что подорожало, что подешевело, как изменились цены на Кубани за прошедший месяц – вопросы, интересующие многих анапчан. По данным Краснодарстата, в апреле в регионе больше всего выросла стоимость овощей и зарубежного алкоголя. Так, морковь подорожала более чем на 11%, капусты и помидоры – на 10%. А цены на виноградные столовые вина, коньяк и пиво зарубежных торговых марок выросли в пределах до 4,5%. При этом подешевели свежие огурцы, апельсины и яйца. В сфере услуг возросла стоимость перевозок, воздушным транспортом, экскурсионных услуг и санаторно-здоровительных. В Ростате отмечают, что с начала года индекс потребительских цен составил 2,5%. В аэропорту Витязева сегодня встречали первых участников Международного культурно-спортивного фестиваля «Гермея». посвященного Перекрестному году Греции в России и Году России в Греции. На Кубанской земле гостей встречали хлебом и солью. Первое мероприятие фестиваля пройдет в это воскресенье с 16 часов на Градскую набережной. Под открытым небом выступят творческие коллективы. Помимо греческой, а на общании гости города смогут приобщиться к армянской и казачьей культуре. Также в воскресенье утром начнутся соревнования по греко-римской борьбе. В них примут участие 10 команд из разных регионов России. Ожидается также приезд спортсменов из Греции. Спортивная часть посвящена гермесским играм. Аналогу олимпийских игр, которые проходили в античной Горгипии. Покровителем которой был древнегреческий бог Гермес. Всего гостями города-курорта Анапы станут около 400 представителей творческих коллективов со всей Кубани, а также борцов греко-римского стиля из разных регионов России. Ожидаются спортсмены из Греции. А хореографы из Афин проведут для своих коллег из Анапы мастер-классы по традиционным танцам. Впервые к нам приезжает творческий коллектив из Греции, с Афин. Там все греки, то есть даже не выходцы из бывшего, как бывает, из бывшего страны СНГ. Они имеют желание показать нашим руководителям, наших творческих коллективов панцистских, показать мастер-класс. Мы благодарны за это, потому что мы считаем, что наши дети прекрасно танцуют, но я думаю, никогда не возбраняются подучиться и посмотреть, как это делают другие мастера. Студенческая молодежь России запустила новый проект – «Марафон Победы». Первый его этап прошел в Анапе накануне празднования 9 мая. В легкоатлетическом забеге по берегу Черного моря длиной в 16 километров приняло участие более 30 желающих. В их числе не только жители нашего города, но и гости из Краснодара, Москвы и Владимира. После финиша участники по желанию совершили заплыв в море с флагами. Всем, кто участвовал в этом мероприятии, были вручены памятные сертификаты. Марафоны будут проходить и в других городах. А в Анапе уже в конце мая запланирован второй этап. В течение года организаторы собираются провести всего пять подобных забегов. Информация об этом будет размещаться в СМИ и социальных сетях. Центральную часть России в ближайшее время ждет похолодание до минусовых температур. А какую погоду ждать анапчанам? Наступит ли в ближайшем будущем долгожданная летняя жара? И когда температура морской воды станет приемлемой для купаний? Главный синоптик Краснодарского края Андрей Бондарь ответил на наши вопросы. Дневные температуры у нас уже существенно выше 20 градусов. В отдельные дни доходят до 27 градусов. На побережье, конечно, несколько прохладней. Но, тем не менее, 20-градусная отметка ежедневно преодолевается. Ночные температуры на побережье, как раз наоборот, несколько выше, чем на дравнинной территории. И обычно ниже 10-градусной отметки не опускаются. Поэтому, в общем, можно сказать, что весна и даже начало лета у нас уже, в общем-то, в разгаре. Летний зной, жары мы пока не прогнозируем. Через территорию края периодически будут проходить фронтальные разделы, которые будут приносить грозы, осадки. По юго-востоку края местами с градом температура в Черном море постепенно также прогревается. Так что, можно сказать, курортный сезон уже не за горами. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует.